дорогие друзья здравствуйте сегодня хочу вам показать как у меня растут детки фиалок на продажу это все излишки но это только малая часть значит абсолютно все детки я пересаживаю после ну те которые зимой отделяла от листиков от материнских они детки по перерастали грунт тому же такой мне не нравился в стаканчиках и я абсолютно все деточки потихонечку пересаживаю в свежий грунт вот вот эти два поддона деток три раз два и вот он третий это я вот пересаживала этих деток где-то две недели назад у многих уже запустилась вот такая вот корневая система в свежем грунте вот такие вот они все хорошенькие грязноватые немножечко все это мы потом помоем приведем в порядок и вот это все поедет к вам по поводу профилактической обработки значит я делаю профилактическую обработку я уже не один раз вам рассказывала делаю фитоверман есть у меня оберон я себе купила но честно говоря я решила им не пользоваться для профилактической обработки сейчас объясню почему к вот этим вот препаратом у растений идет привыкание ну вернее не у растений на у вредителей если я сейчас сделаю профилактическую обработку тем же допустим обероном вот то потом вдруг у вас что-то случится с растением там нападет как клещ да вот в данном случае то вам уже нужно будет использовать препарат другой уже не оберона какой-то другой с другим составляющим вот поэтому мои растения здоровые я решила вот эти препараты исключить у себя только фитоверм на протяжении многих лет я обработку делаю именно фитовермом и все в порядке все хорошо фитоверм он еще действует как стимулятор роста для растений вот несмотря на то что это вроде бы препарат от вредителей но вот какие-то стимуляторы все-таки в этом препарате есть вот вы там уже получаете растение от меня до вот которые я вам буду присылать ну в принципе обрабатывайте чем хотите что у вас есть под рукой но вот я бы не рекомендовала все-таки такие вот сильные препараты значит вообще вредители да вот почему у наших фиалок заводятся вредители ну вот тот же клещ там про других не могу говорить вредителей у меня их как-то не было все впервые прежде всего это вредители откуда могут появиться первонаперво это вы приносите домой новые растения и они у вас уже изначально заражены и если вы не делаете профилактическую обработку не соблюдаете карантин для новых растений то естественно эти вредители очень быстро переползают на ваше растение и таким образом заражается вся коллекция вот также вредители еще очень часто появляются если у ваших растений плохой иммунитет вот ослабленные растения это можно сказать ворота для разного рода вредителей открытые ворота для вредителей поэтому обязательно нужно следить за здоровьем растения здоровье залог здоровья растения это хорошая корневая система хорошая корневая система у вас будут развиваться только в подходящем грунте верховом торфе только при поливе умеренно это может быть ручной полив это может быть фитильный полив может быть полив на капиллярных матах вот что еще освещение освещение температура то есть вот эти четыре пункта 4 на грунт полив освещение и температура которая вы должны соблюдать и тогда ваши растения будут расти здоровыми крепкими и никакие вредители вам не страшны значит вот и деточки которые я недавно отсаживала от листиков вот смотрите они такие маленькие страшненькие на первый взгляд может показаться что у них клещ да а на самом деле нет у них никакого клеща они вот после пересадки адаптируются уже в своих домиках в своих горшочках вот после теплички конечно же тоже такая своего рода адаптация у растений бывает сейчас буквально пройдет еще пару неделек и эти детки уже вырастут вот такими вот вот видите эти детки они тоже были вот такие вот страшненькие сейчас они вот так вот подтянулись и уже похожи на красивые фиолочки становятся вот так вот некоторые детки вот так вот у меня но это пролилеры тут в основном или же период корняшки менее но таких емкостях стоят покупных также сделала себе не пересыхающие капиллярные моты на яндекс за не писала об этом статью значит выглядит это вот так вот тут высокий вот поддон туда наливается водичка вот здесь вот устанавливается ну я покупала сетку для мытья овощей в пятерочке у нас эта сетка стоит 79 рублей на сетку устанавливала маты там протягивала ниточку в дырочке эта сетка вот с такими дырочками и в общем-то сами маты к матам поступает постоянно вода вот они все время влажный такой полив очень очень удобный также значит использовала для не пересыхающих капиллярных матов обычный кошачий туалет благо они сейчас розовые белые на любую расцветку можно приобрести на вал без 210 рублей такой вот этот стоит тоже он с решеточкой на ней капиллярные маты так как грунт у меня здесь состав грунта с пенопластовыми шариками тот дополнительная стаканчики продевала нет уже многие пишут пытаются сделать заказ значит а заказы я еще пока что не принимаю растение я пока что не отправляю в общем то у нас еще погода нестабильная днем тепло а ночью заморозки вот на 1 апреля я смотрела прогноз вот сегодня 22 марта я смотрела на месяц прогноз на 1 апреля у нас еще по прогнозу стоит снег вот поэтому скорее всего отправка начнется в принципе как и всегда конец апреля начало мая поэтому заранее писать смысла нет да там некоторые девочки мне писали по поводу брони а вот на вот эту красавицу л.е. хрустальный водопад gold это трейлер видите вот какой в этом году у меня посадочного материала этого сорта очень очень мало всего вот 1 2 3 деточки листьев не будет по крайней мере в начале сезона для отправки точно листьев не будет у моего растения вот у взрослого после пересадки в общем то листики но их нельзя просто отправлять поэтому вот такие сорта да вот у меня их три детки одну уже забронировали если вам нужно пишите вот и две другие деточки я в принципе тоже могу поставить на брони предоплату я не беру вот вы можете даже потом передумать отказаться от брони ну мало ли чего вот я по этому поводу не переживаю обид никаких как бы у меня нет на эти сорта всегда найдется покупатель это я знаю точно тем более у меня их не так много это мои дорогие хочу пожелать вам всем всего хорошего мира добра благополучия впрочем как всегда